Всем привет, с вами я, Портал658, и это продолжение прохождения Глобал Мода. В прошлой части я остановился на том, что дошёл до Магов Воды вместе с Лоресом. Ну и сейчас я, пожалуй-ка, буду обследовать вот эту вот всю местность. Ну а потом уже отправлюсь к самим Магам Воды. Начну я, пожалуй, обследовать вот с этого вот здания. Здесь должно находиться одно очень полезное кольцо. По крайней мере, вначале оно может пригодиться, но потом уже вряд ли. Так, давайте заглянем сюда. Тут есть вот такой вот сундучок, как раз в нём вроде как и должно находиться это самое кольцо. Стоп, а я же это... Я не умею открывать замки отмычкой. Я же не умею открывать замки отмычкой. Просто... Так, древняя каменная плитка просто поиграла в мрачные тайны, ну... Там первая готика, а там сразу... Главный герой может вскрывать замки отмычкой. Ладно, тогда будем исследовать дальше эту местность. Ой, зря я это сделал. Глорхи очень... Не думал он отстал от меня. Глорхи довольно опасные существа. К ней лучше вообще не приближаться на начальных уровнях. Надеюсь, сюда он не залезет. Тут находится пирамида. Тут находится скрижаль. Даже два. Так, два скрижаля. Похоже, вот один магия и один жизнь, по-моему. Потому что у меня раньше вроде как был... Тоже один магия и один жизнь. Так что тут есть немного золотых монет. Их тоже собер... Нет, 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 это неожиданность. Итак, чё делать, чё делать? Бежать до магов воды не выбор. Они довольно далеко находятся. Просто надо побегать, он отстанет. Я знаю так. Или не отстанет. Может, гоблины с ним справятся? Нет, скорее... Тут ещё и мракорис. Да, не очень удачное начало эпизода, я вам так скажу. Всех, кого можно, поприманивал. А ведь Лорес был прав, когда сказал это. Что не блуждя здесь, тут полно различных монстров и так далее. Ну ладно, в общем, я отстал от Горха. Похоже... Я от мракориса, зато не отстал от гоблинов. Ну что это такое? Так, собираем лечебную траву по пути. Как убегаю от гоблина, так гоблин до сих пор бежит. Сколько он будет бежать за мной, я не знаю. Поэтому я, пожалуй, пройдусь сейчас вот здесь вот. Тут падальщики, шершня. Нет, тут тоже довольно опасно для меня. Ну хотя бы соберу вот эти вот травы, которые здесь находятся. Нет, с падальщиками я тоже связываться не буду, они тоже опасные. Всё, чёрный гоблин отстал. Тем более, это не обычные гоблины, тут были чёрные гоблины. Они гораздо мощнее обычных гоблинов. К ним поэтому лучше вначале вообще не подходить. Так, там ящерицы. Туда тоже не хожу. В общем, надо будет тут обследовать всю местность, там где возможно. То есть там, где нету никаких монстров. Ни ящериц, никого другого. Так, ну крыса, если не бешеная, то с крысой-то я справлюсь. Без всяких проблем. Так, ну вот и всё. С крысой, как вы видите, справиться довольно легко. Так, тут находится какая-то палатка. В ней находится тоже парочка полезных вещей. Так, собираю здесь всё, что лежит. Так, так, шкуры тоже собираю, я их потом отдам Басперу. Кстати, сковорода. Можно будет, в принципе, тут пожарить и мясо ещё. По-моему, тут где... А, вот он уже нашёл, эликсир был. Так, мясо сейчас у меня 26 кусков. Ну ладно, я пожарю, используя быстрый способ жарки мяса. Кстати, надо бы мне восстанавливать здоровье мясом. А то действительно, мяса накопилось у меня довольно много. Так, где-то половину уже пожарил. Так, осталось совсем чуть-чуть. Так, всё. Мясо пожарил, в итоге 63 куска. Всё, в ближайшее время буду восстанавливать здоровье только мясом. Так, сколько прибавляет? 15. Всё ж, немало. Так, там ящерица, по-моему, была. Да это как-то немного затянулось, обследование всей этой территории. Я вообще рассчитывал сделать это всё по-быстрому. Так, сюда, значит, тоже не хожу. Нет, 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 нет. Там ещё и находится пещера. В ней, насколько я помню, находятся гоблины и ползуны. Не знаю, как здесь. Может быть, здесь это всё поменяли. Так, ну сейчас я дособираю монеты, которые здесь были. И заодно соберу вот эту вот древнюю каменную табличку. Они как раз мне пригодятся для помощи Еролу. Кстати, сколько у меня их уже? Мне ещё две надо. А, так всё, я уже две их нашёл. Значит, всё, мне надо будет подойти к Еролу и завершить квест. Так, так, вот, ещё золотая монета. Ещё. Может, конечно, это немного бесполезно делать, так как тут золота не так много. Но всё же. На начальном уровне немного золота лично не помешает. Я не умею открывать замки отмычкой. Так, ну всё, вроде, итого. Почти тысячу монет у меня уже есть в запасе. Можно будет купить уже что-нибудь полезное на них. Но, скорее всего, если вначале я буду покупать какие-нибудь свитки. Я так думаю. Надо бы закупиться там себе свитков. Огненные стрелы, там огненного шара. Ну и... Буду с помощью них убивать различных зверей. Так, здесь у нас находится... Ещё два скри... Три? Ничего себе. Так. Не знаю, каких тут. Ну, различных, в общем. У меня такое чувство, что вот этих скрижалеев в глобал моде стало больше. Или это сделали так специально. Количество, допустим, такое же, только они... Разбросаны в других местах. Ну и разбросаны вот так вот по две-по три штуки. Конечно, для меня будет вариант, что их стало гораздо больше и намного лучше. В общем, если кто знает насчёт этого, напишите. Буду очень благодарен. Так, крысы. Если тут нету бешеных, то я с ними довольно легко справлюсь. Так, ну вот и всё. По-моему, даже без потери. Ой, две побежали, это плохо, это плохо. Напомни слово Лореса. Как он сказал... А-а-а... Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну... 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 Напомни слово Лореса. Он сказал... Если тебе встретится монстры, с которыми ты не сможешь справиться, беги к Саторосу. Конечно, можно таким способом тоже поступить, но опыт мне нужен сейчас. Так, ну вот ещё немного опыта получил. Так же собираю мясо, потом тоже где-нибудь пожарю. Так, надо бы сейчас сохраниться, подлечиться. В принципе, дамагов воды тут идти не так сильно далеко. Я бы даже сказал, совсем недалеко. Они находятся здесь совершенно неподалёку. В этом эпизоде я с ними буду говорить. У Каменного Стража собираем ещё один скрижаль жизни. Это тоже неплохо. Кстати, Каменный Страж и довольно опасные монстры. О них нам ещё рассказывал Лорес, что тут появились эти маги воды. Они поубивали всех этих Каменных Стражей. Но, конечно, не все же они могут быть вот в этом вот храме. И находятся ещё в других местах. Не похоже, тут все крысы обычные, я так думаю. По-моему, они мере мне ещё пока ни одной бешеной не попалось. Так, а вот дальше, прежде чем пойти, я рекомендую настоятельно сохраниться. Дальше будут скелеты-гоблины. Да, противники, сразу скажу, не из лёгких. Причём, их там будет не один, а, по-моему, штуки 3-4. Очень и очень опасные противники. Выманить их очень и очень сложно. Да и сейчас, я думаю, с одним-то справиться мне будет очень и очень большая проблема. Но у меня есть, попробую, у меня есть несколько огненных шаров. Посмотрю, как действует на них огненный шар. Если никак, то... Так, ну-ка, вот один. И... И... И этот глубокий мод совершенно не понимаю. Допустим, то там огненная стрела на кого-то не действует, то огненный шар не действует. Вообще не понимаю. Сделали как-то это вот немного странно. Так, что у меня ещё есть? Ну, вот ледяная стрела, допустим. Так, 5-6 и огненная. Допустим, сначала ледяная. Так, сколько? Ну, видите, малюсенький урон. О, кстати, огненная получше наносит. Почему тогда... Ну, видите, а он мне что наносит, а? И главное, я ещё от его удара не смогу никак укрыться. А может, я в принципе могу, не знаю. В общем, убивать их так, это не вариант. Поэтому самый простой способ это приманить их к Саторосу. До Сатороса здесь идти не так сильно далеко. Всего их сколько тут? 4, 5. Сколько? 1, 2, 3, 4 вроде. Ну, как в обычной готике. Два ночворона. Так, а вот и Саторос. Так, бежим, бежим. Ну-ну-ну-ну. Ну, давай, помогай. Ещё одна грязная тварь. Так, минус 1. Кстати, а он огненным шаром убивает. Может, у него какой-то другой огненный шар. Ещё одним монстром стало меньше. Так, ну вот и всё. Было это всё довольно-таки просто. Конечно, опыт я не получил, но... Там ничего нет. Я бы его на начальных уровнях бы не получил. Хотя, если бы я играл в оригинальную готику два ночворона, может быть, я как-нибудь с ними при помощи ещё нескольких свитков бы исправился. Ну, и теперь давайте поговорим с Саторосом. Ты спятил? Вон! Под сводами этого места слишком опасно для начинающего искателя приключений. Но постой, разве я тебя не знаю? Ну, конечно, проклятый ублюдок. Не думаешь ли ты, что я забыл, как ты предал нас тогда в новом лагере? Ты каким-то образом высосал всю магическую энергию из нашей горы руды, а потом просто исчез. И зачем только тебе это понадобилось? Такова жизнь. В измощи накопленной вами руды я бы не смог одолеть спящего. Что за бред ты несёшь? Спящий? Одолеть спящего? Спящего? О том, что ты наделал. Ты настолько сильно пошатнул базовую структуру магического естества, что в Хоринисе все чуть не оглохли. Скажи спасибо, что барьера больше нет. Что же ты жалуешься, старче? Всё ведь сработано как надо. Следите за языком, юноша. Что во имя всех стихий тебе здесь нужно? Я пришёл сюда с Лоресом. Лорес? Правда? Где он? Я один. Лорес вернулся в город. Что? И он отправил тебя к нам одного? О чём он думал? Вот то, что вам нужно. Орнамент. Во имя сути всего сущего. Что это всё должно значить? Кто дал тебе это? Только не говори, что Лорес просто вручил это тебе. Ну хватит уже, старче. Я ведь принёс это вам, чего уж более. Конечно. Меня просто волнует, что ты опять приложил к этому свои подлые руки. Почему ты всё ещё так кипятишься из-за той руды? Ведь я тогда уже работал на вас. На меня можно было положиться. И к чему это нас привело, ответь. Даже не думай, что я тебе доверяю. Я желаю стать членом Кольца Воды. Что? Как ты узнал об этом? Кто? Лорес? Я убью его! Он нарушил наше главное правило. О Кольце Воды и говорить запрещено. Не знаю, что мне следовало бы сказать. Просто я доверяю тебе, пока ты у меня на глаза. О Кольце мне сказал Ватрос. Что? Ватрос? Отлично. Из всех магов Воды, которые есть на острове, ты встречаешься именно с тем, который тебя не знает. Предупреждаю. В этот раз не делай глупостей. Постараюсь. Почему для тебя так важен этот орнамент? Это ключ к порталу. Больше я ничего тебе не скажу. Что ты здесь делаешь? В этих чертогах сокрыты древние тайны. Загадочные тайны. По надписям и фрескам видно, что это очень древняя культура. Все надписи, которые ты видишь, сделаны на совершенно неизвестном нам языке. Мы только начинаем изучать его. И расшифровали лишь малую часть. Так, ну вот в принципе это все, что ты можешь нам сказать. Ну раз никаким другим образом тебя нельзя уговорить оставить в покое других магов, придется дать тебе задание. Доложи Реордиану, что я его жду. Ты найдешь его в задней части хранилища. Итак, я получаю свое первое задание от магов. Задание это очень и очень и очень простое. Все, что надо будет мне сделать, это просто-напросто пойти и сказать. Все. Так, вот Реордиан. Чем ты занимаешься? Я изучаю культуру древнего народа. Судя по их записям, они жили здесь в далеком прошлом. Я точно не знаю, когда именно они возвели эти залы, но уже в то время их цивилизация была достаточно высокоразвитой. На другой стороне гор они построили свой город и, по-видимому, воздвигли храм Адоноса. Итак, давайте... О чем бы его спросить? Ну, во-первых, он может мне... Ну, как бы так сказать, обучить амулет Ищущего Огонька, искать другие полезные вещи. Давайте посмотрим, чем он может его обучить. Ватрас дал мне этот амулет Ищущего Огонька. Ага. Это редкий артефакт. Ты знаешь, что ты можешь обучать своего Огонька? Ты можешь научить меня этому? Да, конечно. Я долгое время занимался этой областью магии. Покажи мне, как тренировать моего блуждающего Огонька. Что ты хочешь, чтобы искал твой блуждающий Огонёк? Так, а тут у нас есть выбор. Золото, ключи и предметы обихода. Оружие дальнего боя и амуниция. Вроде это не всё, что он может искать. Потом, если я обучу это, он вроде ещё доступно станет ещё что-то обучать. Ну... Сразу скажу, что это абсолютно бесполезная вещь. Тратить на это два очка обучения... Ну, это слишком много. Если там за одно очко обучения, то так. Но за два нет. Ни за что не соглашаюсь. Вещь эта абсолютно бесполезная. Сразу говорю. Найти что-то я и так сам смогу. Ну, теперь давайте скажем, что Сатурас желает тебя видеть. Сатурас хочет тебя видеть. Ему удалось добиться прогресса в исследованиях? В таком случае я отправляюсь к нему немедленно. Если ты хочешь узнать об этих строениях больше, поговори с Нефариусом. Ты найдёшь его в дальней части залов. Так, ну вот и всё. Эриордян отправляется к Ватросу. Ну, а я теперь должен буду пойти поговорить с остальными магами воды. Они находятся здесь неподалёку. А именно вон там, вот в том зале. Так что тут находится ещё древняя камень-плитка. Мне они, в принципе, уже не нужны, но... Можно переходить в Ватросу их. При этом я получу, по-моему, пару эликсиров и немного опыта. И можно поступить вторым способом. Накопить вроде как 10 каменных плиток. И после этого он мне вроде как повысит сразу ману на 10. То есть не будет не давать никаких эликсиров, а повысит ману на 10. Это, сразу скажу, очень и очень неплохо. Так, ну вот и все остальные маги воды. Что ж, давайте начнём поговорим сначала с Кроносом. Я могу тебя побеспокоить? А это ты не думал, что мне ещё когда-нибудь доведётся увидеть твоё лицо. Ты храбрец, если решил здесь показаться. Некоторое время назад мы были готовы заживо содрать с тебя кожу. К счастью для тебя, с того времени прошло уже несколько недель, так что мы немного успокоились. Что ты здесь делаешь? Моя задача – выяснить как можно больше об охранниках храма. Непростая задача, скажу я тебе. Свойства этих каменных стражей мне совершенно незнакомы. Они могут стоять, совершенно не подавая признаков жизни, а через секунду уже нападать на тебя, как одержимые. Я ещё не определил силу, которая приводит их в движение. Но в одном у меня сомнений нет. Нет, природа этой силы магическая. Ты можешь продать мне какие-нибудь припасы? Почему бы и нет? Если я правильно помню, мы с тобой уже вели дела. Итак, что тебе нужно? Так, ну вот в принципе всё, что он продаёт. Немного эликсиров. Свитки огненной. И стрелы ледяного копья. Так, вызвать снежную стаю. Вот смерч. Полезный очень свиток, сразу скажу. Но сейчас я покупать не буду. В принципе, вот можно... Нет, потом куплю. Сейчас не буду на это тратить деньги. Ледяное копье, неплохие свитки. Мне пригодятся. Так, с Кроносом поговорил. Теперь поговорим с Мердарионом. Занят? Эти подземелья для меня большая загадка. Трудно представить себе, что никто раньше их не нашёл. Нам же удалось найти вход без особых сложностей. Люди так заняты своими повседневными делами, что никто не обращал должного внимания на эту постройку. Другого объяснения у меня нет. Что ты хочешь здесь сделать? Я пытаюсь выяснить, куда ведёт этот круглый портал. И ещё я помогаю Енифариусу искать потерянный орнамент. Можно сказать с уверенностью, что этот портал ведёт ту часть острова, которая доселе нам была неизвестна. Я даже, пожалуй, никогда не слышал и не читал про неё. Ты действительно хочешь пройти через этот портал? Да. Ну, если мы найдём потерянный орнамент, конечно. Я полагаю, это достаточно рискованная затея. Но нам просто необходимо выяснить, как это может быть связано с постоянными землетрясениями. А что тебе известно про землетрясения? Их причиной является что-то на другой стороне. Возможно, из-за этого пробуждаются каменные стражи. Но это уже не моя забота. Сатурос и Кронос могут рассказать тебе больше. И что, как ты думаешь, ты там найдёшь? Я даже не знаю. Я полагаю, что на этой стороне должно быть строение, схожее с этим. И аналог этого портала. Всё остальное мы узнаем только, когда попадём туда. Как быстрее всего добраться в город? Я тебе советую пойти тем же путём, что ты и пришёл. Но ты так же можешь? Нет. Это слишком опасно. Выкладывай. Ладно. Строители этих залов передвигались своим способом. Насколько мы можем судить, они умели телепортироваться. В этом нет ничего необычного. Телепортационные камни, которые мы нашли в Хоринисе, в самом деле весьма необычны. Кажется, что телепортационный камень в этих залах может везти в город. Но ни у кого из нас не хватило смелости это проверить. Где находится этот камень? За дверью в комнате с бассейном. Я запер его там. Дай мне ключ. Я хочу посмотреть на него. Правда? Но я не отвечаю за последствия. Давай ключ. Если ты так хочешь, пожалуйста. Где остальные телепортационные камни? Мы пока что нашли только один. Где-то посередине Хориноса. Рядом с таверной Мертвая Гарпия. Ты можешь научить меня магии? Когда мы окажемся там, я буду в полном твоем распоряжении. Итак, я наконец-то поговорил с Мердарионом. Да, разговор был довольно длинный. И я у него взял одно небольшое задание. Это проверить телепортер, который находится вон там, вот за той дверью, которая находится впереди. Что ж, я это сделаю. Телепортер сразу, говорит, сработает. И я телепортируюсь в место, которое находится неподалеку от города. Таким образом, я смогу довольно быстро перемещаться. Туда, ну то есть туда и обратно. Так, ну осталось поговорить мне с двумя магами. Это Миксир и Нефариус. Давайте сначала поговорим с Миксиром. Эй, ты! Всё в порядке. Заявиться сюда было с твоей стороны очень смелым поступком. Чем ты здесь занимаешься? Я изучаю язык зодчих. Язык — это ключ к тому, чтобы понять этих людей. Каждый из нас должен выучить этот язык, иначе экспедиция закончится, даже не начавшись. Зодчие выбивали свои тексты на каменных табличках. К сожалению, многие из них давно разбиты или украдены. Что же можно узнать из этих табличек? На них записаны знания древнего народа. Некоторые из них волшебным образом увеличивают магические или боевые способности. Для тех, кто способен их прочесть, они являются настоящим сокровищем. Итак, Миксир меня может научить язык у зодчих, после чего я как раз смогу прочитать вот эти вот каменные таблички. Всего существует три уровня языка. Язык крестьян, язык воинов, по-моему. Или язык крестьян, язык строителей, язык воинов. Вот не помню, честно говоря. Итак, вот тут у меня есть пока что скрижали только первого и второго уровня. Чем больше уровень, тем больше они прибавляют, допустим, силы или ловкости. Ну или магии, или обучение там оружию. В общем, смотря какое скрижали у меня. Есть тут несколько видов, например, скрижали арбалета, жизни, магии, одноручника и силы. Сейчас я не знаю, стоит ли мне потратить на эти очки обучения. Может быть, мне стоит обучиться чтению потом. В общем, напишите в комментариях, как бы вы думали, когда лучше мне обучиться сейчас. Или сейчас мне что-нибудь, допустим, прокачать одно, а потом обучиться чтению каменных табличек. Или потом обучиться чтению каменных табличек, а сейчас прокачать что-нибудь другое. Итак, поговорим теперь с Нефариусом. Я принёс часть орнамента. Правда? Это замечательно. Ты знаешь, где остальные части? Если верить древним письменам, ключ был разделён на четыре части. Эти части всё ещё находятся на острове. С помощью Мирдариона мне удалось расшифровать некоторые надписи. Они указывают на места, где были спрятаны части орнамента. Эти места я отметил вот на этой карте. Ты должен искать части ключа именно там. Обращай внимание на древние постройки. Они могут быть полуразрушенными, но всё же легко узнаваемыми. Это может быть что угодно. Валун, круг камней, мавзолей или что-нибудь подобное. Ну, к чему эта болтовня? Ты сам всё увидишь. Удачи! Так, ну вот, в принципе, он мне дал такое небольшое задание. Хотя задание довольно сложное. Найти все остальные части орнамента для того, чтобы открыть вот этот вот портал. Что ж, я займусь поиском этих частей. Ну, а сейчас я посплю до утра, поскольку время уже почти 10 часов по времени гочки. Так, сплю до утра. Ну и на этом я заканчиваю этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, помогайте мне с прохождением. Всем пока. На следующем эпизоде я испытаю этот телепортер.